Всем привет, в этом видео я покажу свою оптимальную сборку игрового ПК, как и где подобрать комплектующие для будущего компьютера. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Основываясь на прочтении множества статей и просмотра множества сборок, мы собрали недорогую сборку оптимального рабочего и игрового ПК, который хорошо подойдет для работы, рендеринга видео, а также на нем можно будет поиграть во все современные игры на комфортных настройках. Основываясь на бюджете, а это будет среднебюджетная сборка, подберем комплектующие. В начале нужно определиться с процессором, на сегодняшний день есть два крупных производителя процессоров, это Intel и AMD, из которых мы и будем выбирать. Так как помимо игр компьютер будет использоваться еще для работы, то выбор пал на процессор от производителя AMD, так как он лучше себя показывает в многозадачности, рендеринге видео и работе с 3D графикой. Если же вы собираете ПК исключительно для игр, стоит сделать свой выбор в пользу Intel, так как в плане игр он все же лучше за AMD. В нашем случае мы уже определились и выбор пал на процессор от AMD серии Ryzen 5. Это процессор не из последних версий, но он себя довольно хорошо зарекомендовал и стал так сказать любимчиком публики. Почему не 2600? Потому что процессоры 2000 серии являются просто немного ускоренными версиями предшественников, а по цене ощутимо дороже. В сравнении 2600 имеют всего лишь на 200-300 МГц больше. А так как все чипы Ryzen оснащены разблокированным множителем, то разницу легко можно компенсировать, настроив его вручную. Во всем остальном это тот же 6-ядерный 12-потоковый процессор с 16 МБ Cache L3 и 65-ваттным тепловым пакетом. По спецификации в него заявлена поддержка DDR4 до 2666 МГц в двухканальном режиме, но с оптимизацией кода АГИСа память без проблем заводится на частотах свыше 3200 МГц. Что касается охлаждения, то для небольшого разгона центрального процессора до 3.7 и 3.8 ГГц вполне хватит и боксового кулера AMD Wright Spire. Но можно для надежности взять что-то и получше от Be Quiet или Deep Cool. Цена данного процессора на данный момент составляет 185 долларов 12000 рублей или чуть больше 5000 гривен. Что касается материнской платы, нужна будет карта с М4 сокетом. По данный процессор советуют выбирать на основе чипсета B350-B450, такие платы поддерживают разгон и высокочастотную оперативную память. А мы же в свою очередь выбрали плату на чипсете X370, который поддерживает наш процессор из коробки и не нужно будет обновлять BIOS. Еще у нее хороший потенциал для разгона, так как на транзисторах под системой питания установлен радиатор. А так как в будущем планируется небольшой разгон процессора, эта плата будет как раз кстати. Материнская плата AX370M DS3H от Gigabyte – это сбалансированная по функциональным возможностям и доступная по стоимости плата формата Micro ATX с процессорным разъемом АМ4. Данная карта позиционируется производителем как продукт среднего класса с расширенными функциональными возможностями. предназначена для сборки производительных домашних и офисных систем и может стать основой недорогого геймерского ПК, как раз то что нам нужно за небольшие деньги. Имеет оверклокерские функции, но в силу использования шестифазной подсистемы питания процессора пригодна только для умеренного разгона, не сопровождающегося значительным ростом тепловыделения. Материнская плата поддерживает установку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 до 2666 МГц и до 3200 в разгоне. Для установки соответствующих модулей имеется четыре разъема, работающих с технологией XMP профилей. Благодаря наличию порта М2 из четырех разъемов SATA 3 возможно создание высокопроизводительной дисковой подсистемы с загрузочным системным NVMe SSD накопителем, имеет интегрированный сетевой контроллер Gigabyte Ethernet LAN и восьмиканальный аудиокодек Realtek с улучшенным аналоговым трактом. Для подключения периферийных устройств есть 14 USB портов, в том числе 6 USB 3.1. Цена данной карты на данный момент составляет около 80 долларов, 5000 рублей и чуть больше 2000 гривен. С материнской платой мы разобрались, теперь перейдем к оперативной памяти. Как показывает практика 16 ГБ оперативной памяти достаточно для всех современных игр, поэтому мы выбрали двухканальный набор памяти Kingston HyperX Fury. Две плашки по 8 ГБ с частотой 3200 МГц, DDR4 и пропускной способностью в 25600 МБ за секунду. Средняя ее цена составляет за одну единицу в районе 105 долларов, 7000 рублей или 3000 гривен. Ну и конечно же основным из элементов в любом игровом ПК является видеокарта, для такой сборки вполне подойдет видеокарта от Nvidia GeForce 1060 на 6 ГБ. Основываясь на многих тестах и бюджете мы взяли Inno 3D GeForce GTX 1060 с двумя кулерами и 6 ГБ видеопамяти GDDR5 на борту. Данная видеокарта с частотой памяти 8000 МГц, базовой частотой ядра 1506 МГц и в режиме разгона 1708 МГц. Разрядность шины памяти составляет 192 бита, а максимально поддерживаемое расширение 7680 на 4320. Также для ее работы понадобится 6-пиновое дополнительное питание. В этой карте есть все нужные современные разъемы, два выхода DVI, один DisplayPort и HDMI. Цена видеокарты 315 долларов 21000 рублей или чуть меньше 9000 гривен. Что касается накопителей, рекомендуется использовать связку SSD с HDD, что позволит добиться хорошей скорости от SSD и объема для безопасного хранения данных от HDD. На твердотельном накопителе мы сэкономили, так как уже был в наличии SSD от отлично зарекомендовавших себе на рынке компании Samsung. Модель MZ7TD2560 на 256 ГБ. Рабочие характеристики данного SSD очень хороши и не оставляют обычным жестким дискам никаких шансов, так как скорость тщения и записи в сравнении больше чем в 3 раза. Подробные характеристики вы сейчас можете увидеть на экране. Из новых моделей накопителей от Samsung стоит обратить внимание на Samsung 860 EVO это SSD с подобными характеристиками или модель с PCIe 3.0 интерфейсом Samsung 970 EVO, обладающая в разы большими скоростями чтения и записи. Теперь всю эту систему нужно чем-то запитать и поместить в подходящий корпус. Хороший блок питания – это безопасность всего оборудования, поэтому на блоке питания советую не экономить и соответственно подобрать его с расчетом запаса мощности для системы в 50-100 Вт. За питание нашей системы будет отвечать блок питания от фирмы AeroCool VX550 на 550 Вт, в котором имеется подходящий разъем для подключения выбранной нами материнской платы 20 плюс 4 пин, разъем для питания процессора 4 плюс 4 пин и 6 пиновый разъем питания видеокарты. Характеристики максимальных нагрузок этого блока питания вы можете увидеть на экране. Этим блоком питания был укомплектован корпус AeroCool PGS-QS180, который вполне подходил, чтобы опихнуть все наши комплектующие. Данный корпус типа MiniTower позволяет установить материнские платы форм-фактора MicroATX и MiniITX, видеокарту длиной до 320 мм и процессорный кулер высотой до 145 мм. На нижней панели корпуса есть дополнительное окно, через которое будет поступать воздух для охлаждения видеокарты, а также здесь установлен пылевой фильтр. В этот корпус одновременно можно установить два 2,5-дюймовых или же один 3,5- и один 2,5-дюймовых накопителя. Еще данный корпус комплектуется одним 80-мм вентилятором на выдук. Но еще по желанию есть возможность установить один 120-мм кулер на переднюю и левую панель. В плане будущего разгона нужно будет доукомплектовать дополнительными кулерами. Для начала одним кулером переднюю панель на вдук. Цена корпуса с блоком питания составила около 60 долларов 3700 рублей 1600 гривен. И так сумма всей нашей сборки получилась в районе 850 долларов 56 тысяч рублей или чуть меньше 24000 гривен, не учитывая стоимость накопителей. Теперь предстоит собрать это все в кучу, но уже в следующем видео. А на этом все, надеюсь вам понравилось видео данного формата. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok